Если бы на Земле было только одно место, откуда можно было бы видеть звёзды, то люди толпами стекались бы туда, чтобы созерцать чудеса неба и любоваться ими. Луций Анней, Сенека, первый век нашей эры. Звёздное небо. Величественное и таинственное. Оно сияет мириадами мерцающих звёзд, притягивая нас своей глубиной. В современном мегаполисе любоваться звёздами не так-то просто. Зато их прекрасно видно под куполом планетария. И не только над Москвой, и не только звёзды. Московский планетарий, один из самых первых в мире, недавно отпраздновал своё второе рождение. Его первое открытие в 1929 году стало грандиозным событием для всей страны. Проектировали здания Московского звёздного дома молодые архитекторы Михаил Барщ и Михаил Синявский. Впоследствии профессора Московского архитектурного института. Их здание яйцов в стиле конструктивизма вдохновляло даже классиков. Владимир Маяковский писал в те годы. Должен каждый пролетарий посмотреть на планетарий. С момента своего рождения Московский планетарий стал настоящим храмом науки. В его знаменитых астрономических кружках занимались до 500 школьников в год. Многие выпускники сегодня цвет и гордость российской науки о звёздах. Время Великой Отечественной войны боевые лётчики в планетарии учились ориентироваться по звёздному небу. Когда же Советский Союз начал осваивать космос, здесь проводились занятия по астронавигации с первыми космонавтами. Лётчик-космонавт Алексей Леонов, выступая в звёздном зале планетария, сказал, «Путь на Байконур начинался здесь, в Московском планетарии». С развитием космонавтики наш планетарий пережил необычайный подъём. Стать настоящими астрономами тогда мечтали многие. С 1929 года до закрытия в Московском планетарии побывало около 50 миллионов посетителей. В 90-е годы планетарий закрыли на реконструкцию. Интерес к астрономии заметно упал. Но время шло. И вот 12 июня 2011 года, после 17-летней реконструкции, московский планетарий снова открылся для публики. Его площадь увеличилась практически в 6 раз — с 3 до 17 тысяч квадратных метров. Одновременно он может вмещать около 1000 посетителей. Главной особенностью московского планетария является его многофункциональность и техническая наполненность. Это первое умное здание, где имеется самое современное оборудование и применены уникальные технологические разработки. В планетарии установлены самые совершенные системы в своём типе на данный момент. Проектор звёздного неба — система полнокупольной проекции, оборудование 4-й до кинотеатра и музей с большим количеством интерактивных экспонатов не имеют аналогов в России. Планетарий не только стимулирует научное и культурное развитие, но и способствует процессу модернизации других планетариев страны. Показ различных научно-познавательных программ сочетается с музейно-выставочной деятельностью, широкообразовательной и научной активностью. Московский планетарий — это уникальный, многофункциональный объект, оснащённый самым современным оборудованием. В настоящее время в России нет центров, сопоставимых с московским планетарием. Планетарий сегодня — это многофункциональный комплекс. Большой и малые звёздные залы, классический и интерактивный музей, астрономическая площадка и обсерватория, 4D-кинотеатр, сувенирный магазин и несколько уютных кафе. Однако по своему содержанию, как и прежде, московский планетарий представляет собой уникальный центр популяризации естественно-научных знаний. Здесь каждый из нас может запустить ракету в космос, прикоснуться к Луне и наблюдать за возникновением самого настоящего торнадо. Давайте же совершим увлекательное путешествие по залам крупнейшего российского планетария этого гостеприимного звёздного дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова